А сейчас мы замаринуем нашу рыбную шпаду, которую я сегодня купила. Изначально ее нужно обтереть от черной кожи. Про рыбу я вам расскажу потом, где она водится, как ее вылавливают. Это все очень интересно. Но сейчас нам нужно ее изначально замариновать. Так, ребят, нарезаем ее на удобные кусочки, маленькие, которые нам будет комфортно прожевывать. Рыбка у меня плотная. Сразу не то, чтобы рыбку режется. Но я думаю, что для Киша вот такие кусочки будут идеальны. Да, я подумала, что кусочки, довольно-таки мелкие, будут лучше. Мне кажется, как они быстрее замаринуются, это точно. Да и есть их будет гораздо приятнее. Ну а теперь, на самом деле, настало время рассказать, собственно говоря, что это за рыба. Это рыба и шпада, или в переводе на русский рыба сабля. Интересный тот факт, что вылавливают ее преимущественно вокруг Мадеи, вокруг именно этого острова. Потому что на Азорах, например, ее нет. А поэтому на континенте, когда я сейчас вылавляю Сабоне, я спросила у продавца рыбы и шпада ли это. Он на меня посмотрел с сомнением и сказал, что нет, здесь вы не купите такое. Теперь мы ее обязательно должны посолить, поперчить, полить лимонным соком. М-м-м, потрясающе пахнет лимон, это свежематерианский. Так, ну и перемешаем. И оставим так буквально на полчаса. Прекрасно. В этот раз процесс съемок затянулся, и мы использовали нашу замаринованную шпаду на следующий день. В необычном варианте приготовления французского киша на португальский манер со свекольной ботвой и шпадой сыром. Полное видео уже на канале. Переходите по ссылке в описании. И приятного аппетита!